Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Так как мой канал смотрит в основном девчонки, которые самостоятельно организовывают свои свадьбы, я решила показать вам, как бесплатно можно сделать сайт-приглашение, в котором вы напишите всю необходимую информацию по вашей свадьбе и разошлете всем своим гостям, не привлекая к этому программистов и людей, которые специально обучались этой профессии. Интересно? Погнали! Итак, что такое свадебный сайт и зачем, в принципе, он нужен? Я думаю, что я сейчас сразу открою вам его и покажу, что это, и буду уже по нему все рассказывать. Вот такого плана свадебный сайт вы можете сделать. Он нужен для того, чтобы пригласить своих гостей, рассказать максимально своим гостям о своем мероприятии, рассказать про дресс-код, узнать у гостей, что они предпочитают есть, нужен ли им трансфер, нужно ли им размещение, где им лучше разместиться и так далее. Все то, что обычно пишется в пригласительных или сообщается по телефону, можно сейчас сделать вот на этом свадебном сайте и сразу же получить ответ от гостей, не ожидая, пока они перезвонят вам, не ожидая, пока они отправят в ответ вам письмо по почте и так далее. Все это можно сделать вот таким образом. Как он может выглядеть? Сейчас просто покажу изначально, как он может выглядеть, дальше мы уже по функционалу с вами пробежимся. Это сайт Одностраничник, здесь пишется ваши имена, имя жениха, имя невесты. Кстати, есть правило, что имя жениха всегда пишется первым, это важно. Ну, потому что мужчина первый, поэтому имя жениха. Николай и Катерина, и дальше уже вся информация о вас, фотографии вашей истории любви, дальше дата свадьбы, когда планируется мероприятие, место, небольшая ваша история. Это, опять же, по желанию можете делать, можете не делать, рассказать, где вы познакомились, где вы хотите сфотографироваться, почему вы выбрали это место и прочее. Дальше рассказать немножко о себе и о своей второй половинке, если на вашем мероприятии не будет людей, будут, точнее, люди, которые не знают вашу вторую половинку или знают недостаточно хорошо, можете рассказать о своей второй половинке, это очень здорово, когда есть вот такая информация. Дальше вы можете рассказать про своих друзей, подружек и про всех ваших гостей, это тоже очень прикольно, когда есть информация о друзьях, потому что эта информация может пригодиться как вашим друзьям, которые могут сделать какой-то творческий подарок для вас же, так и вашему ведущему, что тоже очень круто, можно использовать в день мероприятия. Дальше рассказать можно про своих родителей и дальше уже перейти к основной информации, которая обычно пишется в пригласительных. Это расписание дня, в какое время будет регистрация брака, в какое время будет банкет, если будет венчание, в какое время будет венчание и прочую информацию, которая необходима. Дальше, если у вас планируется мероприятие где-то за городом, и вы понимаете, что вашим гостям нужно разместиться, или ваши гости приезжают откуда-то издалека, и вы понимаете, что им нужно будет размещение, то вы также можете порекомендовать, где им разместиться, попросить даже, может быть, у отеля какую-то корпоративную скидку для вас, чтобы отель предоставил, и сообщить об этой скидке для ваших гостей. Вот как здесь, видите, код скидки вот такой-то, и если гости там назовут, сами будут бронировать номер в отеле, и назовут вот этот вот код, то они получат там какую-то скидку. Дальше, вы можете рассказать гостям про то, как лучше добраться, например, в какое время лучше ехать и так далее. Также вы можете рассказать и про свое путешествие. И если говорить про гостей, то вы можете помочь вашим гостям и рассказать, каким образом они могут добраться на общественном транспорте. Например, если они летят на самолете, то какие рейсы максимально выгодны. Если они захотят взять автомобиль в аренду, то где это можно сделать. Если они добираются поездом, то каким образом они могут добраться и так далее. Дальше фотографии. Это, опять же, немножечко про вас рассказать. Дальше вы можете рассказать про то, чем вы будете угощать ваших гостей, и после этого провести небольшой опрос ваших гостей, в котором задать все необходимые вопросы. Так, вот таким образом выглядит этот сайт. То есть это такое большое приглашение, большое электронное приглашение, которое вы можете самостоятельно сделать бесплатно, абсолютно. Вот на вот этом портале Event4Me. Итак, каким образом это сделать самостоятельно? Когда вы заходите на портал, вот так выглядит главная страничка, вам нужно будет зарегистрироваться. Дальше вы попадаете в свой кабинет, в данном случае кабинет жениха Инвеста, я уже зарегистрировалась, и нажимаете свадебный сайт. Можно и не через кабинет зайти на свадебный сайт, можно зайти вот через веб-сайты. Вот здесь точно так же попадаете на свадебный сайт. Дальше здесь у вас есть возможность редактирования. То, что с левой стороны, это возможность включить или отключить определенную информацию, которую вы можете поделить с вашими гостями. Если не хотите делиться, то можете отключить эту информацию и не делиться. Отключается она очень просто. Вот таким вот образом выключается информация. То есть если понимаете, что вы не хотите рекомендовать, каким образом вашим гостям добраться до места, не хотите ничего рассказывать про самолеты, поезда, и считаете, что гости сами смогут это сделать без вашего участия, то можете эту информацию не писать. Так, дальше, вы можете выбрать Дизайн вашего сайта Вот здесь вот, здесь пока не очень много дизайнов Но, в общем-то, выбрать уже есть Из чего, например, у вас сайт Например, у вас тематика свадьбы Какая-то Весенняя, например, да Предположим, свадьба у вас весной и какие-то оттенки Зеленые, бежевые Там и прочее Вы выбираете сайт, который вам Максимально подходит, например, мне подошел Белоснежка, да, вот я выбрала дизайн Белоснежка, и дальше начинаю Выбирать, каким образом будет выглядеть Мой сайт, здесь я Могу выбрать Стиль своей странички Мой сайт может состоять из нескольких страниц Может состоять из одной страницы, но В большинстве случаев все-таки удобнее, когда Это одна страничка, когда он листается, просто Стоит на вниз, это удобно Одна страница, я выбрала макет С тремя картинками, можно выбрать с одной картинкой Можно выбрать без картинок, здесь уже На свое усмотрение, да Допустим, я убираю с тремя картинками Нажимаю сохранить Информация сохранена успешно И я могу уже посмотреть Что у меня там появляется Просмотр вашего сайта Вот вы набрали, здесь еще картинки я не загрузила Соответственно, как только я загружу Картинки, у меня появятся эти картиночки Вот у меня Ирина Владимир Дата, где будет проходить мероприятие Добро пожаловать Сейчас пока На вот этой страничке нет ничего, кроме добро пожаловать Почему? Потому что здесь у меня все отключено Да, как видите Как только я начинаю включать То, естественно, информация будет появляться Для того, чтобы отредактировать информацию на сайте Чтобы у вас как раз появилось Вот то, что вы видите Видите там, жених, невеста Там и так далее Какую-то информацию о себе Вам нужно нажать на вот эту кнопочку Она кликабельна Вы нажимаете люди И дальше уже здесь описываете информацию о себе Информацию о своей второй половинке И сохраняете И как только вы сохраняете Я уже это сделала заранее Загрузить очень просто можно Понятно, что кнопку загрузить Нажимаете, выбираете с компьютера фотографию И загружаете Как только вы сохраняете После этого это отображается на вашем сайте Вот оно появилось То есть все это очень быстро и просто Далее расписание Выбираете расписание Вы включаете его Понимаете, что хотите поделиться информацией С вашими гостями И начинаете заполнять расписание Как только вы заполните вот это расписание Оно автоматически вот сюда переходит Видите? Церемония То есть я уже заранее заполнила Во сколько будет церемония И у меня автоматически эта информация появилась внизу Давайте дальше я, допустим, заполню начало банкета Свадебный ужин Свадебный ужин Сейчас вместе с вами Вместе с вами мы быстренько сделаем это Так, свадебный ужин Дата 15.08.20.22 Время Начало свадебного ужина 17.00 Место у меня Оранжерея Допустим Адрес Какой-то Ваш адрес Город Москва Область Московская Здесь можете поставить веб-сайт того места, где у вас будет проходить мероприятие Можете не ставить Сохранить Ну, соответственно, можете написать о направлении, написать о мероприятии Что-то, да, сюда же Как только вы сохраняете, смотрите, вот он появился Видите внизу Свадебный ужин Эта информация отобразилась И, естественно, она отображается сразу же на вашем сайте То есть вот она появилась Программа дня Церемония Во столько-то Свадебный ужин Во столько-то То есть уже информация необходимая появилась То есть если вам хочется добавить больше информации о том, что Что и как будет, в какое время будет происходить Вы это можете сделать Дальше Размещение А, давайте, прошу ответить Это интересно тоже Прошу ответить Вот это просто суперфункционал вот здесь Я хочу сказать, что такого еще нет Нет и не было нигде Это прям суперклассная и интересная задумка Значит, нажимаете кнопочку «Прошу ответить» Включаете ее И здесь вы можете опросить сразу ваших гостей На разные темы Смотрите Берете Берете Вот здесь можно добавить события Да Я уже два события добавила Одно событие я назвала «Свадьба» Давайте его сейчас назовем не «Свадьба», а «Свадебный ужин» Тоже, да «Свадебный ужин» А, сейчас «Изменить» нужно нажать Да, ребят, смотрите Изменить Здесь «Свадебный ужин» Ужин, сохранить Изменить И сейчас мы с вами вместе добавим еще одно событие И вы увидите, как это отображается Добавить событие Выбираем название мероприятия Допустим, «Трансфер» «Трансфер» «Дата» опять же, да, выбираем дату Пятнадцатая, там, пятнадцатая Ноль восьмое, двадцать, 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 два Начало Допустим, в пятнадцать, ноль, ноль Окончание, там, двадцать, три, ноль, ноль Так, адрес Лазурная, город, Москва Страна, Россия Допустим Так, хорошо А, и название места проведения Трансфер, там, ЗАГС, допустим, давайте ЗАГС Сохранить Дальше вы можете Смотрите, как только сохранилось Вот видите, внизу появился этот трансфер То есть, у нас был свадебный ужин и церемония, а сейчас появился трансфер Вы можете изменить, вот здесь вот меню и вопросы Вы можете поздавать вопросы вашим гостям Меню я вам покажу Ну, давайте здесь же покажу Меню, это здесь вы можете выбрать То, что будет, например, в трансфере То есть, вы понимаете, что у вас в трансфере, например, вы будете гостей своих Чем-то угощать, курицей И детское питание будет в трансфере, допустим, для ваших гостей А также вы можете задать вопрос для ваших гостей например нужен ли вам трансфер изменить нужен ли вам так еще раз нужен ли вам трансфер здесь вы можете выбрать множественный выбор и ответ написать да или нет да нет а теперь смотрите как это удобно сейчас я вам это покажу значит заходите обратно на свой сайт обновляете страничку и вот у вас прошу ответить да прошу ответить гость забивает свое имя ирина корнева далее ирина корнева значит и тут есть три вопроса на которые нужно ответить первый вопрос это вопросы по свадебному ужину принимаю с удовольствием да и предпочтение по еде гость может сразу же выбрать что он будет кушать например он будет кушать курицу и размещение да ему нужно размещение принять все с этими вопросами понятно дальше по церемонии принимаю сюда к сожалению отказываюсь не сможет присутствовать на на церемонии и трансфер принимая с удовольствием дальше в трансфере он хочет чтобы обязательно тоже была курица любитель курица и и он говорит что да мне трансфер нужен да мне трансфер нужен все все он на все ответил он молодец и у вас автоматически есть уже информация от этого гостя что ему нужен трансфер он не сможет приехать на церемонию и на банкете он хочет кушать курицу ему нужно размещение удобно правда очень удобно действительно и это тоже можно сделать здесь же прямо на сайте то есть ничего дополнительно отправлять никуда никому не нужно дальше размещение здесь вы можете поделиться информацией о размещении то есть если вашим гостям нужен отель его уже заранее об этом позаботились или может быть вы уже заказали даже для ваших гостей отель то можете тоже это сообщите вот в этом на этом сайте пригласить приглашение приглашение о том что есть уже забронированный отель или ваши гости могут сами забронировать отель здесь можете это все описать написать здесь есть информация возможность написать все Ну, а на вашем сайте, соответственно, вот появилась информация. Отель у леса, дорогие друзья, можно разместиться там-то, там-то. Вот такая-то гостиница, вот такой-то сайт, можете сюда зайти и здесь разместиться. Так, хорошо, с этим тоже понятно. Дальше, фотографии, ну, это понятно, да, что здесь можете дополнительно добавить какие-то фотографии свои разместить. Путешествия, если захотите рассказать гостям, как добраться, тоже можете включить. И чем заняться, это что есть полезное, интересное в том месте, где будет проходить ваше мероприятие. Здесь тоже можете заполнить, загрузить фотографии, показать, какое интересное расположение, например, у того места, где будет проходить ваше мероприятие. Может быть, там лес, может быть, там красивые пруды какие-то есть, может быть, там еще что-то интересное, там можно покататься на лошадках, например, и так далее. И этим всем вы можете поделиться с вашими гостями, ваши гости будут знать о том, что так и так вот у вас, ваше место выглядит вот так, и заняться там можно тем-то, тем-то и тем-то, если они размещаются в вашем отеле, например, да, останавливаться на несколько дней. Так, и опять же, на сайте все это отображается, да, вся информация необходимая на сайте отображается. Ну, я здесь, понятно, что пока загрузила одну фотографию, вы, в свою очередь, естественно, сделаете более детальное заполнение, я думаю, что у вас, так как здесь я особо не заполняла, понятно, мы сейчас с вами в режиме реального времени это делали, но когда вы детально будете прорабатывать, когда сделаете детальное заполнение, у вас получится вот такого плана сайта, то есть будет все максимально подробно, красиво описано, рассказано для ваших гостей, я думаю, что вашим гостям очень понравится, что они все знают, что они вот в режиме реального времени могут сразу ответить на все вопросы, это понравится не только вашим гостям, это понравится еще и вашему ведущему, и если у вас есть организатор, еще и вашему организатору, потому что уже есть вся информация о том, что будут кушать гости, можно также сделать информацию о том, что они будут пить, да, точно так же можно задать вопрос, там, мы с вами выбрали курицу, там, рыбу и так далее, можно также отдельно сделать вот здесь в парах прошу ответить можно отдельно добавить что вы желаете из напитков и выбрать там крепкий алкоголь там вино или там наоборот безалкогольные напитки сразу гости выберут и ваш организатор ваша банкетная площадка уже будет знать что подавать вашим гостям на свадебном ужине это очень удобно конечно у вас появляется вот такая вот ссылочка адрес вашего сайта и в этой ссылочкой сразу можете поделиться с вашими гостями то есть копируйте отправляйте вашим гостям и просите ознакомиться пройти все опросы необходимые это займет немного времени для ваших гостей а вы свою очередь получите максимально подробную информацию о том что предпочитают ваши гости кто планирует посетить ваше событие кто не сможет посетите ваше мероприятие все давайте на этом закругляться всего хорошего надеюсь что то что я рассказала было для вас интересным и полезным не забывайте пожалуйста ставить пальчики вверх не забывайте включать колокольчик не забывайте подписываться на канал и оставляйте комментарии под этим видео все корнева ирина